Добрый день! Сегодня я бы хотела продолжить разговор о дислокациях. Мы с вами рассмотрим новую тему, которая называется «Другие виды дислокаций металлических файлов». Для того, чтобы нам было удобнее работать, я бы хотела сначала напомнить о свойствах дислокаций, потом ввести новое понятие, что такое «чистичная дислокация» и затем рассмотреть вот три наиболее распространенных и соответственно наиболее изученных видов дислокаций. Это вершинная дислокация, длинная пущая и дислокация лога. Напомним основные свойства дислокации. Дислокации в зависимости от вектора сдвига могут быть кривые, винтовые и свышенные. Значит, основной характеристикой, нон-вариантной характеристикой дислокации является вектора сдвига, то есть ее направление и мощность. Второе свойство дислокации – это то, что дислокация не может оборваться внутри кристалла. Они либо выходят на поверхность кристалла, либо могут замыкаться сами на себя, образуя так называемую дислокацию. Третье свойство – дислокации могут двигаться по объему кристалла, причем существует два вида движений. Это движение с переползанием массы, его называют клим, и без переползания массы, этот, без переноса массы, этот механизм движения дислокаций, он лучше называется, трансфером и носит без дефоливого аппарата. И последнее свойство – это то, что дислокации могут взаимодействовать как друг с другом, так и с другими видами дефектов, в первую очередь точечными, они формируют новые типы сложных дефектов. Ну, о них мы будем говорить позже. Сейчас я хотела бы вас познакомить с новым понятием, которое называется частичная дислокация. До этого мы с вами рассмотрели основные типы дислокации – это краевое, винтовое и смешивание. Причем мы рассматривали их на примере простой кубической решетки, в которых атомы находятся только в вершинах агентарно-кубической личинки, то есть в нитейной решетке. При этом подразумевалось, что после пробега дислокации в зоне дисдвига полностью останавливается исходная конфигурация атомных пространств. Вектор Бергерса такой дислокации является одним из трансляционных векторов решетки, характеризующих тождественную трансляцию. То есть тождественный перенос решетки таким образом, что ее конечное положение нельзя отличить от начала. В случае примитивной кубической решетки в качестве тождественной трансляции выступает либо ребро куба с направлением 1,0, либо диагональ грани куба 1,1,0, либо пространственная диагональ 1,1. И дислокации которые в простой кубической решетке, которые имеют вектор велигия, совпадающий с перечисленными направлениями, называются единичными или дислокациями единичной мощности. При пробеге таких дислокаций, то есть единичной дислокации или дислокации, которые в целое число раз больше единичной, называют дислокацией тождественной трансляции, обеспечивают при пробеге через кристалл тождественной трансляции. То есть при пробеге такой дислокации по объему кристалла, решетка кристалла совмещается сама с собой. И такие дислокации называются полными. Однако типичные кристаллические решетки металла, а это в основном ГЦК, ОЦК и ГПУ, существенно отличаются от примитивной кубической решетки. В этих решетках существуют дислокации с таким вектором бюлкерса, что их перемещение не приводит к тождественной трансляции в зоне изделия, хотя при этом обеспечивается стабильное положение атомов, то есть структура термодинамического включения. Обычно вектор таких дислокаций меньше, энергии их меньше, чем у геничных дислокаций внимания мощности в данной решетке. Вот такие дислокации с вектором бюлкерса, который не является вектором тождественной трансляции, называют не полными или частичными. Частичные дислокации играют исключительно важную роль в разнообразных процессах метров. И надо отметить, что каждый тип кристаллической структуры, в данном случае мы говорили металлический каталог в ЦКУ,م КФО, характеризуется своими единичными и частичными дислокациями. В заключении нашего разговора о частичных дислокациях я хотела бы подчеркнулать, что что деление дислокации на краевые, линтовые, смешанные и на единичные, частичные основано совершенно на разных признаках. В первом случае, то есть когда мы различаем краевая, линтовая и смешанные дислокации, в основе деления положена ориентация линии дислокации по отношению к вектору Беркерса. То есть если краевая вектор Беркерса находится регулярно, то есть положение линии дислокации по отношению к вектору Беркерса. В основу деления дислокации на единичные и частичные положена величина вектора Беркерса. То есть если она меньше единицы, то это уже будет частичная дислокация. Следовательно, например, линтовая дислокация может быть и единичной и частичной. В свою очередь, например, единичная дислокация может быть и краевод, и вентаром, и свежимодом. То есть вот это деление на полную частичную дислокацию надо хорошо понимать. Значит, ну что такое вообще частичная дислокация? Это слайд Сочувствовского антифемиологического института, ведущего. Здесь показана частичная дислокация на примере частичной дислокации шоколи. Вообще, что такое частичная дислокация шоколи? Ну, сильно углубляться мы не будем, поскольку все-таки у нас курс чисто и знакомительный. Но если себе представить, что в силу каких-либо причин образовался дефект упаковки, это какая-то неполная плоскость, то границей этого дефекта упаковки может явлечься частичная дислокация. И эта частичная дислокация является частичной дислокацией шоколи. Ну, это самое такое превративное объяснение, но тем не менее для того, чтобы двигаться дальше, можно понять. Вот здесь показана частичная дислокация шоколи, как она формировается благодаря скольжению толскостей. А здесь указана вторая частичная дислокация, дислокация франка. Это наиболее изучено, наиболее распустановленная частичная дислокация металек. Их основное отличие в том, что частичная дислокация – это тоже как бы граница упаковки, но в отличие от частичной дислокации шоколи, она не может двигаться скольжением, а только переползанием, то есть дефектургом. Поэтому частичная дислокация франка, в отличие от скольжающей дислокации шоколи, называют сидячими или полузакрепленными. Ну, вот здесь вот у вас показана, как образуется частичная дислокация франка. Следующий, о чем опять показывается на этом слайде, показывается, как формируется частичная дислокация шоколи, что формируется она в результате существования дефекта упаковки. Вот он здесь показан. То есть здесь, где прошло движение скольжения, здесь еще где не прошло, здесь структура будет одна, расположение атомов, а здесь совершенно другое. И вот этот дефект, это будет дефект упаковки. То есть кристаллическое строение его будет отличаться от матрицы. Вот границы вот этого дефекта упаковки, это и будут частичные дислокации шоколи. Ну, как мы видим, если записывать через дислокационную реакцию, то она будет распадаться в полной дислокации, будет распадаться на виде частичной дислокации шоколи. Следующий вид дислокации, которая достаточно распространена в реальных металлических структурах, это так называемая вершинная дислокация. Ну, вообще говоря, его, конечно, выводят с помощью, объясняют с помощью тетрадь для Томсона, но если говорить, так сказать, по схеме, то представим себе такую картину. Вот красным и синим цветом здесь показаны дефекты упаковки. Ну, вы говорили, что в силу каких-либо причин в кристаллической верешетке может образоваться дефект упаковки, где строение и расположение материальных частиц будут отличаться от основной матрицы. Вот красным и синим показаны дефекты упаковки. Как напоминаю, краями дефектов упаковки являются частичные дислокации шоколи. Вот каким любым воздействием эти дефекты упаковки, их называют растянутой дислокацией, начинают двигаться друг на друг, навстречу другу, и в конечном итоге они встречаются. Вот эти краевые, частичные дислокации шоколи на краях дефектов упаковки сливаются в одну, поскольку это энергетически выгоднее становится. И вот это вновь образовавшаяся частичная дислокация в результате встречи двух дефектов упаковки и будет вершинная дислокация. Так как линия вершинной дислокации будет перпендикулярна вектору делега, вот так, то вершинная дислокация вот этой линии, она будет являться чисто корреком. Как вы помните, ориентация краевой дислокации в мини-краевой дислокации это перпендикулярно вектору дефектов или вектору дефектов. Следующий довольно-таки распространенный тип дислокации это двойнепрующие дислокации. В процессах пластической деформации и рекристаллизации многих металлов двойникование играет очень важный урок. Двойникование это образование двойниковых прословок. Это симметричная переориентация областей кристаллической решетки относительно друг друга. Ну, тут вот приведены разные, так сказать, картинки, которые показывают вам примеры двойникования. Значит. Вот как раз полограмма с атомными слоями. Результативно на разных картинках, в принципе, одно и то же не условно. Ну, понятно, что такое двойникующая подпись. Решетка внутри двойниковой прослотки является зеркальным отражением решетки в остальной части кристалла. А плоскость, вот эта, она называется плоскостью кристаллического отражения и плоскостью двойникования. В общем случае граница двойникового образования не совпадает по своей длине с одной и той же кристаллографической плоскостью. Ступенчатое переходя у одной плоскости двойникования в соседнюю параллельную. Атомное строение переходной области, как бы, ну, вот оно показано в груди вот этого контура. Так как переходная область имеет один макроразмер в плоскости двойникования, то есть она достаточно противогонная, и атомные размеры в других размерах, эта область является так же нелинейным несовершенством, как мы рассматриваем дислокацию. Первое атомное слое является обычным нарушением укладки в ГЦК-решетке, и его границей является частичная дислокация шелка. Следовательно, область ступенчатого перехода двойниковой границы с одной плоскости на соседнюю является скользящей частичной дислокацией. Именно такая дислокация и называется двойникующая. В металлах с ГЦК-решеткой двойникующей является дислокация с вектором Гетерса А делить на 6, 1,1,2. В металлах с ГЦК это А делить на 6, 1,1,2. Ну и последний вид дислокации, который мы хотели бы с вами сейчас обсуждить, это дислокации омора-катрева. Это имя, пожалуйста, запомните, потому что существует такой очень важный, сложный эффект, который называется атмосфера-катрева. Но об этом мы будем говорить в следующем раз. Значит, когда в пересекающихся бласкостях двух растянутых дислокаций, то есть когда они встречаются, образуется новая растянутая дислокация, как мы говорили когда-то, мы говорили о вершинной дислокации, где дефект имеет форму клина. То есть вот у вас есть один дефект упаковки, вот есть другой дефект упаковки. Краями этих дефектов упаковки являются частичные дислокации шокли. Каждый дефект упаковки находится в какой-то своей плоскости, которые являются пересекающимися. Вот они движутся друг на другую. В результате мы говорили, что образуется клинообразный дефект, имеющий форму как бы такого клина. Края будут ограничены этого дефекта частичными дислокациями шокли. Вот эта дислокация, которая образовалась, общая дислокация, то есть лечим двух частичных дислокаций шокли, это будет тоже дислокация, которую мы назвали вершиной, и как выяснили, она является чистокровенной. А вот совокупность всех вот этих сложных, так сказать, дефектов, то есть двух частичных дислокаций шокли, клинообразного дефекта упаковки и частичная дислокация, которая уже будет называться вершиной, все вместе, вот эта совокупность с этим дефектом и будет называться дислокацией лобома. Все вот эти три дислокации, частичная дислокация шокли, частичная дислокация шокли, вершинная дислокация, они связаны между собой дефектом упаковки, и поэтому они, так сказать, являются неподвижными. То есть в целом дислокация лобома ракотрала прочно привязана к линии пересечения двухплоскостей скольжения и обычно, вернее необычно, и является сидячей. То есть она не способна к переближению. Но нужно отметить, что дислокации лобома ракотрала могут возникнуть не только при встрече растянутой дислокации, но и при диссоциации единичной дислокации. Ну, об этом мы более подробно говорить не будем. Самое главное, чтобы вы поняли, что представляет собой дислокация лобома ракотрала. Подводя итог, можно сказать, что помимо того, что существуют простейшие дислокации, это краевая, винтовая и несмешанная, основой деления является ориентация линии дислокации по отношению к вектору Бюлберса. Существуют в реальных металлах также и другие виды дислокации. Мы с вами рассмотрели их три. Это вершинная двойникующая дислокация лобома ракотрала. Но для того, чтобы говорить об этих дислокациях, нужно понимать, что в реальных металлах существуют другие дислокации, которые мы называем частичные. Основой деления на частичные дислокации является величина вектора Бюлберса. Она всегда меньше делится для частичной дислокации. И их основное отличие от полной дислокации является то, что в результате пробега полной дислокации, или единичной, или кратной мощности, неважно, у вас происходит тождественное совпадение кишетки, а в случае пробега частичной дислокации такого тождественного разницы не будет. Вот об этом надо понять. И, конечно, все присутствие вот этих сложных дефектов или других видов дислокации приводит к изменению свойств. Часть из них является скалящими, часть – сидячими, а как в последствии движение дислокации оказывает очень большое влияние на фазовые трансформации и, собственно говоря, определяет очень многие уже чистые технологические процессы, как пластическая деформация или термообработка, поскольку она связана непрямую с адреналичем. В заключении, пожалуйста, посмотрите небольшой фильм об этой сложной дислокации. Я надеюсь, что эта лекция была для вас достаточно полезной, хотя мы не затрагивали сложных вопросов, а наша задача была лишь получить самое общее представление о других возможных дислокациях, которые имеют место в реальной дислокации. Спасибо. Продолжение следует...